Миграция населения – это один из динамичных процессов современного мирового сообщества. В связи с этим обстоятельством, одним из направлений развития международного сотрудничества является заключение международных соглашений, которые позволяют сохранить соблюдение прав в отношении человека на пенсионное обеспечение. Приоритетность принципов международного права в отношении норм пенсионного обеспечения в РФ. Принципы и нормы международного права являются первостепенными в решении вопросов пенсионного обеспечения РФ. Это проявляется в том, что в случае, когда в международном соглашении используются правила, не предусмотренные или по-иному изложенные в пенсионном законодательстве РФ, то будут применены принятые правила международного соглашения. Отдельные нюансы правовой терминологии в отношении двойного гражданства и второго гражданства. Проживая на территории РФ, любой человек может иметь не только российское гражданство, но и одновременно быть гражданином другого государства и даже нескольких стран. Право на двойное гражданство закреплено в основном законодательном документе страны Конституции СТ-62 Конституции РФ. Наличие одного или нескольких паспортов у гражданина РФ в правовой терминологии обозначается как второе гражданство. Таким образом, при наличии у человека кроме паспорта РФ паспорта иной страны мира, то в правовом поле это будет обозначать второе гражданство. Важно! При наличии второго гражданства человек, находясь на территории РФ, признается исключительно гражданином РФ. И, соответственно, для выполнения всех действий, которые предусматривают наличие удостоверения личности, например, въезд на территорию РФ, выезд из РФ, потребуется паспорт гражданина РФ. Паспорта иностранных государств в данной ситуации использовать запрещается. В каких ситуациях правомочно использовать термин «двойное гражданство»? Вместе с тем, следует помнить, что только с теми странами, с которыми РФ заключила международное соглашение, в РФ признается двойное гражданство. Страны, с которыми РФ были заключены международные договоры о признании двойного гражданства. По состоянию на 2020 год, подобное соглашение существует только с одной страной, это страна Таджикистан. Соответственно, россиянин, имеющий паспорта Таджикистана и РФ, является в России человеком с двойным гражданством. Денежные выплаты государства для граждан РФ с двойным гражданством. Выплаты пенсионного обеспечения гражданам России, которые имеют двойное гражданство, предусмотрены законодательством. Последовательность действий гражданина при оформлении пенсионных выплат при наличии двойного гражданства. Шаг номер один. Сбор пакета необходимых документов. Следует подготовить заявление о выплате пенсионного обеспечения, паспорт гражданина РФ, СНИЛС, выбрать способ получения пенсии, документ, который подтверждает место проживания гражданина. Следует знать. Гражданин имеет право потребовать вышеуказанные документы через консульство РФ, если он находится в другой стране. Шаг номер два. Предоставление собранных документов в отделение ПФР. Лица, имеющие двойное гражданство, независимо от места проживания, либо на территории РФ, либо на территории иностранного государства, должны передать документы в ПФР. Способы передачи документов – лично, почтой, с использованием средств электронных коммуникаций на сайте государственных услуг или ПФР. Шаг номер три. Получение решения ПФР о назначении пенсионных выплат в соответствии с поданным заявлением. Через 15 дней после получения заявления о назначении пенсии, сотрудники ПФ сообщают в форме уведомления заявителю о принятом решении. Если принято положительное решение, то пенсионные начисления и выплаты будут производиться со следующего месяца, который следует после предоставления пакета документов и заявления. Положение международных договоров, соглашений, выступающие в качестве оснований на выплату пенсионного обеспечения для отдельных лиц. Рассматриваются два варианта в отношении порядка оформления и осуществления пенсионных выплат гражданам, имеющим двойное гражданство. Они возникают в связи с местом постоянного проживания человека с двойным гражданством и наличием международных соглашений договоров между странами, гражданином которых он является. Каким образом происходило значение пенсионного обеспечения в различных ситуациях при наличии у гражданина двойного гражданства? Первый вариант. Если гражданин прописан и на постоянной основе проживает на территории РФ, то оформление пенсионного обеспечения осуществляется в общепринятом порядке в ПФР по месту его регистрации. Второй вариант. Если гражданин, имеющий двойное гражданство, живет в границах иностранного государства. В таком случае все вопросы, которые связаны с оформлением пенсионного обеспечения, как правило, производятся в соответствии с Международным договором о взаимоотношениях между РФ и иностранным государством. Вариант. При отсутствии такого договора, лицо, имеющее двойное гражданство, может рассчитывать на пенсию, назначение которой производится строго в рамках пенсионного законодательства нашей страны. Основные существующие типы международных соглашений договоров. Международные договоры в отношении пенсионного обеспечения могут иметь различные условия, и в зависимости от принципа их построения, в общем и целом они подразделяются на территориальные и пропорциональные международные соглашения. Если международный договор составлен по территориальному принципу, то начисление пенсионного обеспечения производится для гражданина в соответствии с законодательством страны, в которой он постоянно проживает. Например, это договор о бывшими республиками Советского Союза, такими как Украина, Молдова, Казахстан. Название государства, наличие соглашения о гарантиях в сфере пенсионного обеспечения, год вступления в действие, даты подписания, принципы применения Украины плюс 1992 год, пенсионные выплаты начисляются в соответствии с законодательством. И за счет средств той страны, в которой живет человек. Трудовой стаж, полученный в другом государстве, засчитывается. Узбекистан плюс 1992 год, Туркменистан плюс 1992 год, Таджикистан плюс 1992 год, Казахстан плюс 1992 год, Кыргызстан плюс 1992 год, Беларусь плюс 1992 год, Армения плюс 1992 год, Литва плюс 1999 год, Грузия плюс 1997 год, Молдавия плюс 1000 год, П gragezztан плюс 000, П gragezztан плюс engine canceled. вот меня не стан плюс тысяч год этот стран 90 второй год 995 год если международный договор основе пропорционального признака то пенсионное обеспечение начисляется за каждый период трудового стажа который он отработал в отдельно взятой стране и в строгом соответствии с законодательством данного государства примерами соглашений составленных по такому принципу могут быть договора с эстонией болгарии белоруссии и другими странами название государства наличие соглашения о гарантиях в сфере пенсионного обеспечения год вступления в действие дата подписания принципа применения украина плюс 1993 год применяется в отношении граждан которые трудились в районах с сложными природными условиями и имеют право на получение пенсии по старости досрочно чехия плюс 2011 год трудовой стаж который был получен гражданином до 2008 года входит в общий трудовой его стаж страховой при проживании лица в одной из стран заключившие данные соглашение испания плюс 1994 год исходя из размера пенсионных прав полученных гражданином при проживании в одной из стран происходит распределение затрат на пенсионные выплаты по условиям данных соглашения эрефь обеспечивает пенсию за трудовой стаж, который был получен в границах ее территории. Сербия плюс 2017 год, Белоруссия плюс 2006 год, Израиль плюс 2016 год, Латвия плюс 2007 год, Эстония плюс 2011 год, Болгария плюс 2009 год, некоторые соглашения содержат ряд положений, которые касаются только конкретной страны. Так, например, в отношении Белоруссии. Порядок расчета пенсионного обеспечения пенсионеру РФ, который живет на территории Белоруссии. Случай 1. Стаж, который приобрел гражданин до 1992 года, то есть во время существования Советского Союза, производится в соответствии с законами и за счет средств государства, на территории которой он проживает на текущий момент времени. Стаж, который приобрел гражданин после 1992 года, включается в пенсионное обеспечение тем государством, где был он приобретен. Случай 2. Если гражданин имеет стаж от 25 лет и более, и он получен полностью в одном из государств, включая СССР, то при переезде в другую страну пенсионные выплаты продолжает та страна, которая изначально назначила пенсионные выплаты. В такой ситуации положения соглашения не применяются. Случай 3. Если пенсионер переехал из одной страны с другую, по законам которой право на получение пенсионных выплат не наступило, то пенсионное обеспечение возлагается на то государство, в котором он ранее проживал. Случай 4. Если человек принимает решение о том, что хочет получать пенсионные выплаты по законам государства, в котором он является его гражданином, то он пишет об этом письменное заявление. В таком случае ни одно из положений международного соглашения не будут иметь силы. Важно! Независимо от принципа заключенного международного соглашения, для того чтобы получить пенсионное обеспечение, гражданину необходимо обратиться в уполномоченный орган пенсионного фонда страны, в которой он постоянно проживает. Возможно ли получение пенсии для гражданина, имеющего двойное гражданство и постоянно проживающего в стране, в которой РФ не заключала никаких международных соглашений о пенсионном обеспечении. В ситуации, когда у гражданина есть второе гражданство в стране, с которой РФ не заключала никаких международных соглашений, в которых рассматривались бы вопросы пенсионного обеспечения, и гражданин на постоянной основе живет в одном. Из таких государств, например США, Германия, Израиль и другие, пенсионные выплаты в РФ для него возможны. Но для реализации своих прав на получение пенсии он должен выполнить обязательные условия, такие как иметь трудовой и страховой стаж РФ, его возраст должен достичь пенсионного и другие. Для назначения пенсии данное лицо должно обратиться с заявлением в ПФР «Город Москва». Пенсионные выплаты будут производиться в рублях, на территории РФ, на банковский счет в кредитном учреждении или же выплачиваться доверенному лицу гражданина. Виды выплат в рамках российского пенсионного обеспечения, доступные для граждан, которые проживают в других странах, постоянно или временно, пенсионное обеспечение в связи с наступлением соответствующего возраста, страховая пенсия. По старости – пенсионное обеспечение в связи с наличием инвалидности, страховая пенсия по инвалидности, доплаты в денежной форме, предопределенные трудовой деятельностью, государственное пенсионное обеспечение, денежные выплаты. Гражданам, которые были участниками Великой Отечественной войны. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!